Всем добрый день! Сегодня, как видите, мы немножечко сменили локацию. Лето, солнце, щебечут птички на фоне природного ландшафта, я решила поговорить об эко-натуральной косметике, провести параллели с профессиональной косметикой, потому что очень часто задают именно такие вопросы. Насколько эко-косметика лучше, чем обычная, масс-маркет, проф и так далее. Определимся сначала с понятиями, что такое эко- или натуральная косметика, причем это не совсем одно и то же. Существует ряд требований, которые определенные специализированные сертифицирующие органы, например, такие европейские, как ЭКОСЕРТ или КОСМООРГАНИК, или, допустим, АСИЕ, предъявляют к производствам, даже к сельским хозяйствам, которые занимаются выпуском органической продукции, выращиванием, допустим, какого-то растительного сырья без применения химикатов, пестицидов, без, соответственно, использования ГМО, синтетических одобрений и так далее. Существует в Америке известный такой USDA-компания, тоже сертифицирующий орган. Есть у нас в России сейчас ГОСТ, по которому тоже сертифицируется органическое производство. То есть это ГОСТ с номером 33980 от 2016 года. И все эти сертифицирующие органы дают свой, так сказать, значок, свой лейбл той продукции, которая, собственно, соответствует всем требованиям. То есть сертифицируют органическую или натуральную продукцию. Причем, например, сертифицировать как органическую продукцию или натуральную, да, можно только растительность или, например, минеральная, под это дело не подходит. Поэтому должны быть какие-то обязательно растительные компоненты. Существуют требования тоже для сертификации. Причем органическая косметика, она должна, например, на 95% содержать именно растительного происхождения органическое сырье, то есть продукт сельского хозяйства, условно говоря. А натуральная косметика, она на 50% может, допустим, содержать вот эти растительные вещества, допустим, не менее 5% продуктов земледелия. И тогда она, в общем, подойдет под эти требования. И важный еще момент, то, что не должна она тестироваться на животных, не должно использоваться сырье, которое, так сказать, получается путем убийства животных. То есть такое, как бы, гуманное отношение к природе. На самом деле, очень много, конечно, вокруг этой темы людей нечистых на руку, которые называют эко, там, любой продукт, куда входит какой-нибудь экстракт, и пишут на упаковку вот эти всякие значки, используют специальные психологические какие-то воздействия, зеленые цветы и прочее. То, что может сказать человеку о том, что якобы это натурально, на самом деле там может быть вообще ничего натурального не быть. Очень много тоже, скажем так, нечестного, когда неиспользование каких-то консервантов и так далее, пишут нон-СЛС, нон-парабенник, и это позиционируется, как будто это лучше, чем средства, например, с парабенами, которые являются сейчас на данный момент самыми безопасными консервантами, одними из самых безопасных и надежных, и десятилетиями проверенных. Но это уже, как говорится, вопрос этики. На самом деле нет ничего плохого в экокосметике, нет ничего плохого в средствах из натурального сырья, но я бы, честно говоря, не сравнивала, не проводила параллели, потому что и там, и там могут быть синтетические какие-то действующие компоненты, и полностью стопроцентный органик, да, он не будет их содержать, а просто натуральная косметика имеет право содержать какой-то определенный процент, и они тоже будут работать в составе. Чем же экокосметика отличается от проф? На самом деле сложно сравнивать торт с печеньем. На самом деле косметика, любое косметическое, любое средство, оно отличается друг от друга по назначению, по ингредиентному составу. Конечно же, в профкосметике основное – это рабочая концентрация ингредиентов, это эффект с первой процедуры, с первого воздействия. Ну, условно говоря, конечно же, есть средства, которые подразумевают накопительный эффект, компоненты, которые его обеспечивают. Но в профкосметике и в косметике, не являющейся органической или натуральной, может использоваться большее количество каких-то высокотехнологичных синтетических компонентов. Мы сейчас, конечно же, живем в 21 веке, и без высокотехнологичных каких-то компонентов, в том числе синтетического или полусинтетического происхождения, мы как бы не обойдемся, мы не получим тогда действительно хорошую эффективность. Но при этом, если нет каких-то особых проблем, которые нужно решать, которые решаются, как правило, с помощью лечебной косметики или профкосметики, то мы вполне можем использовать эко-косметику. Соответственно, я бы на самом деле для себя выделила такой важный момент в использовании или в какой-то определенной приверженности к эко-натуральной. Не потому что натуральное лучше или меньше вызывает аллергию. Иногда бывает как раз больше вызывает аллергию, чем инертные синтетические компоненты. Но здесь как раз больше этический компонент этого всего. То есть здесь отношение к природе, к животным. И самое главное, это вот эта вот тема, которая сейчас становится довольно-таки трендовой, и хорошо, что она становится, это так называемый zero waste. Zero waste, если можно правильно сказать по-английски. То есть это безотходное производство, безотходная... Жизнь без отходов фактически, с минимальным количеством отходов. Поэтому в эко-косметике, если она действительно эко-косметика, должна быть биоразлагаемая, либо пригодная для вторичной переработки упаковка. То есть стекло или алюминий, или именно биоразлагаемые какие-то компоненты в упаковке, то есть которые не будут засорять надолго окружающую среду. Кроме того, естественно, сырье должно быть очень качественное и выращенное без каких-то вредных воздействий, вредных химических веществ, которые могут остаться в этом ингредиенте, который используется для изготовления средства, и негативно повлиять на кожу. Поэтому нельзя разделять эко и проф, но нужно понимать, насколько это вообще важно. Резюмируя все вышесказанное, я бы хотела выделить один момент. Если вы задаетесь выбором, какой косметике отдать свое предпочтение, эко, натуральный, проф, люкс, макс-маркет, я предлагаю ориентироваться не столько на лейбл, который стоит на упаковке, эко или еще что-то, а ориентироваться на показания и состав. Конечно же, если вы являетесь строгим каким-то приверженцем определенного образа жизни, веган или еще какие-то связанные с этичным потреблением, zero waste и так далее, то, конечно, можно выбирать только те средства, которые имеют, например, органический сертификат, который выпускается строго, следуя вот этим вот правилам. Но, к сожалению, мы живем в мире не таком идеальном, и не везде, и не всегда можно это осуществить. И существует, например, кожа, которая имеет определенные проблемы, собственно, какие-то патологические характеры, которые просто косметика и, например, лечебные средства на растительных страпах просто не решат. Поэтому не нужно думать, что вы нарушаете законы природы, используя, например, профили, синтетические компоненты и так далее. То есть не нужно зашоренно двигаться в какую-то одну сторону. Человеку может понадобиться что-то одно, что-то другое, а в какой-то период жизни что-то третье. Конечно, я за охрану природы, за то, чтобы как можно дольше сохранять нашу землю в нормальном, пригодном для жизни состоянии, а для этого действительно нужно минимизировать вредные факторы, которые продуцирует неизбежно человек. И это как раз касается пластика, упаковки и так далее. Но при этом не нужно, как говорится, заморачиваться над обязательным органическим растительным происхождением ингредиентов, потому что иногда достаточно одного высокотехнологического компонента в составе, чтобы помочь человеку решить какую-то проблему с кожей, например. И можно очень долго пользоваться смесями масел базовых и эфирных и пытаться решить ту же проблему годами, усугубляя ее. В общем, все хорошо в меру. Если у вас будут какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Буду рада на их ответить. Подписывайтесь на наш канал. Если есть какие-то интересные темы, которые вы хотите предложить для обсуждения, мы тоже будем очень вам признательны. И всего вам доброго!